Культура общения с собой Вообще есть такое понятие Культура общения с собой То есть можно жить так, как растение, как животное Бессознательно отдаваясь стихийному потоку жизни А можно пытаться хотя бы немного рулить собой Отслеживая свои способности Внимание, восприятие, характер и так далее И пытаться сделать их более мощными, целенаправленными То есть расширить свое восприятие мира, окружающей жизни Естественно, любая культура состоит из субкультур Вот сегодня мы с вами поговорим о субкультуре Которую я для себя называю Культура общения с городом или шире С той местностью, в которой ты живешь Где ты вырос И которая пропитывает тебя, ну скажем так, до потрохов Значит, вот жить как растение, как животное В этом есть, наверное, какие-то свои преимущества чувственные На самом деле, ну для человека это, мне кажется, уже как бы не комильфо И мы с вами примеры такого бессознательного поведения Видим вокруг себя Например, часто на остановках стоят молодые люди и семечки плюют Или в троллейбусе Здесь это такая дикость, что человек вот просто живет как обезьяна Ей дали банан, она почистила, съела, бросила Никаких попыток соотнести себя с окружающей средой нету Вот что отличает животное от человека, да? Что человек все-таки соотносит себя с окружающей средой Он пытается как-то планировать, моделировать свое поведение Чтобы не нанести вред окружающей среде А люди, которые ведут себя так Они, видимо, вот я часто думаю, вот смотрю на этого Недавно я просто на такого наткнулась Я вот пыталась понять, что им руководит Он стоит рядом со мной, я старше его, ну как минимум раза, наверное, в три И под ноги мне плюет Довольно симпатичный молодой человек, неплохо одет То есть это пример такого совершенно Человек существует сам по себе Как-то потребительски воспринимает окружающую среду Или, например, как у нас модно Запарковать машину почти на перекрестке И выйти куда-нибудь за сигаретами и так далее Совершенно не отдавая себе отчет в том, что ты создаешь какую-то аварийную ситуацию И можно множить примеры Предположим, вот как у нас застраивают сейчас тротуары Абсолютно не думая, что вообще-то людям надо где-то ходить И чтобы отъедешь по дороге, там уже пыль Тебя могут наехать и так далее Значит, вот что отличает человека, который Исповедует эту культуру общения с собой И в частности с городом Он пытается осознать не только свое отношение к городу Но и сам город как культурный феномен Значит, вот мы с вами сидим здесь Каждый из нас неповторим И у каждого есть свой сухум И вот все эти сухумы Они как-то клубятся вокруг нас в этом внутреннем пространстве Но мы их не видим Если бы можно было их, как лакмусовую бумажку, раз как-то проявить Вы представляете, какое бы это было разноцветное внутреннее пространство Потому что у каждого свой неповторимый сухум Я однажды ехала в поезде лет пять назад с какой-то дамой Сухумчанкой, которая лет 15-20 назад вынуждена была уехать в Москву Чтобы зарабатывать для семьи И вот она 11 месяцев в году в каком-то магазине работает Практически без выходных И ее держат что? Что раз в год На месяц Она возвращается в родной город Основное ее времяпривождение в сухуме У нее дом стоит на одном из сухумских холмов Она выходит на балкон Садится в кресло Берет кофе, сигарету И смотрит на город и на море Вот это как бы главная содержательная поза ее жизни И вот эта поза живет в ней те 11 месяцев Когда она пашет в Москве В этом замкнутом магазине Где она там На ногах целый день Вот это ее держит И знаете, вот это как-то осталось у меня в памяти Потому что для меня это признак того Как человек хранит родной город у себя внутри И как это помогает ему жить Вот если мы говорим о том, что у каждого есть свой сухум То можно себе представить Как эти сухумы отличаются друг от друга У Камы, как у дизайнера Когда она идет по городу Наверное, свои заморочки Какое-то отмечает Что-то, что-то Какое-то удачное решение Или тут вот не доделали Или тут какой-то такой просвет У Жоры там, как у архитектора свое У Баталы, как архиолога свое У Таи, как краеведа Да Вот я как раз хотелось расслабиться на ее мужа Анзора Агума Мы однажды с ним гуляли И он мне рассказывал В этом доме Что лет назад жил такой-то А вот в этом жил такой-то И сразу, понимаете, вот эта вот историческая глубина Она передо мной раскрывалась Я вообще, как бы, вот Профессионально много лет работаю Со своим внутренним пространством И уже довела его почти до мирового этого То есть у меня В моем возрасте у меня же ощущение Что все происходит внутри меня Но я долго к этому шла Вот точно так же Когда что-то происходит в городе У меня ощущение, что это происходит внутри меня В этом есть свои минусы Это эмоционально бывает достаточно тяжело Но это очень обогащает Вот это восприятие Вот муж Таи Вот он, понимаете Вот он носил в себе Вот это знание историческое Однажды еще в советское время Мы гуляли с Вианором Пачули Молодые, наверное, его не знают Это очень известный был Абхазский краевед Такой альбинос Очень колоритная личность Значит, мы прогуливаемся по набережной Обсуждаем, что вот Хорошо бы провести праздник Что две с половиной тысячелетия Сухуму Вдруг он останавливается И так театрально говорит Вот видите этот дом Это напротив парламента Там такая башенька Он говорит, вот там до революции Останавливался Анасис Аристотель Анасис Я не знаю, все знают, кто это такой, да? Он приезжал сюда Это чтобы вы себе представляли Тоже в кабилку вашей памяти Когда началась Первая мировая война Перестали работать традиционные районы Выращивания табака И абхазский табак начал подниматься И вот всякие мотыли сюда приезжали И вот Аристотель Анасис Был в их числе Мало кто из вас знает Что перед администрацией президента Вот это здание, да? Трехэтажное Раньше там было обком партии Что тоже исторически Вот между этим зданием И рощей Евхалипта Под асфальтом Находится развалин античного храма Древнегреческого Когда-то его раскопали И снова закопали Потому что, ну, во-первых Сохранились только обломки То есть, когда вы ходите там Должны ногами чувствовать И тоже позвоночником Что вы идете по древнему месту А со стороны парламента Помнишь, там раскопали Лет 10 назад Казармы 19 века И опять тоже закопали То есть, вы должны ощущать Землю родного города Вы ходите там Закопана колоссальная история Вы же учите, да, в школе Что тут кого только не было, да И древние греки, и римляне Византийцы, перцы, арабы, турки Российской империи и так далее То есть, есть живая история Которая колышется И чем больше ты узнаешь Тем объемнее становится Твое восприятие города То есть, вот это исторический И краеведческий аспект Следующий аспект Это эмоциональное чувство Ну, конечно, понятно Все из нас влюблялись Там всякие моменты и так далее У каждого есть свой Не все влюблялись Но все впереди Еще не вечер То есть, у каждого есть свой Романтический сухум Который состоит из каких-то Вспоминаний, из каких-то мест Где вы там как-то посмотрели На вас посмотрели Или тут вам сказали Я вас люблю А там сказали Извини, я люблю другого Или там что-то такое Да То есть, я иногда Вот как-нибудь У меня Хочу отдохнуть От политики И так далее Я себе сижу И представляю Что Как вот все люди Вот ходят по набережной Они проходят Перед моими глазами И я представляю И я представляю Что вот У этого Предположим Человека Там не важно Кто попался Смотря от возраста Что у него Тут проходил бурный роман Он идет И его компания Не знает Что сейчас В нем роится Вот То есть У каждого из нас же Все время идет Вот это подсознательное Воспоминания Там Размышления И так далее И Когда сидишь на набережной И все ходят И я часто думаю О том Что вот Это в разные стороны Движутся разные сухумы В том числе И интимные И прочее Вообще Что Интересно Для нашего города То, что Он находится На берегу моря У меня Детские воспоминания Это неистащимый Резервуар Вот таких вот Природных ощущений Там Или там Какое-то Светоносное утро Или Сухомский полдень Сухомский полдень Это отдельно Сухомский полдень Сухомские сумерки Это отдельные темы И я Для меня Сухомский свет Был настолько естественным Что я как-то Когда-то Приезжала Я когда-то Ну как-то Не отслеживала Его Какую-то Естественную ласковость Я только Когда мне Черт занес В этот Египет Я поняла Какая разница Я была там В конце октября Начале ноября То есть Это уже Световое действие И свет Казалось бы Должен быть не такой Агрессивный А представь Что там летом Этот свет Лес Понимаете В глаза Прямо лезет По подпорке Бьет И я поняла Что там Стать фанатиком Или фаталистом Это не проблема Это тебе Природа Навязывает 96% Территории Египта Это пустыня Вот люди Живут Вокруг этой Речушки Которая Такая Желтая Большая Желтая Ногу опустите То страшно Вот Во второе утро Значит Я не пошла С экскурсией Мне уже все Надоели Думаю Погуляю Одна И спустилась К Нилу Где там Какая-то Стройка Какой Прямо На берегу Какой-то Мусор Что-то Всякое Ну Остальное Были частные Сады Все было Закрыто Я думаю Я прийла К морю Хоть Каждый Думаю Хоть посижу Уколо Желтой Воды Спускайся И вижу Сидит На дранном Коврике Поджав Ножки Старик В чем-то Таком Дранном Ну Там Очень много Нищеты Это сложно Представить Пока Своими глазами Не увидишь В чалме Тощий Такой И держит Стакан Какой-то И там Что-то Вот так Две трети Видимо Какой-то Кофен Такая Бурда Ну Я ему Говорю Мерхаба Он тоже Встал И протягивает Мне Я так Только Под автоматом Я сказала Спасибо Достала Две Белочки Там Мишка Носе Сейчас Не помню Дала конфеты Он Долго Рассматривал Меня Поразило Его Лицо Я Потом Попросила Разрешение Сфотографировать Значит Ему Где-то Наверное Лет 72 75 Люди Это Была Вот На Его Лице Была Полная Покорность Судьбе Эту Покорность Можно Было Потрогать Руками Он Принимал Все Всю Жизнь Так Она Есть 60 Процентов Населения Египта Безграмотные Они Даже Читать Не Вот Культур Природных Ареалов Ну Как Два Инопланетянина Друг Для Друга Ну Я Значит Так Покивал Он Снова Сел Я Посидела Ушла Через Четыре Часа Иду Обратно Мне Стало Интересно Я Опять Спустился А Он Лежит Он Никуда Не Ушел Вот Он Лежит На Этой Циновке Посреди Этой Грязи Посреди Ну Довольно Жарко И Вот Тоже Выражение Покорности Судьбе Вы знаете Я Никогда Тут Ничего Подобного Близкого Не Видела Я Поняла Как Насколько Природа Определяет Ну Помимо Культуры Там Воспитание Насколько Природа Определяет Вот Сам Способ Восприятия Жизни Когда Я Иду По Городу И Даже Ну Мы Не Все Знакомы Правда Ну Как То Очень Много Знакомых Лиц Есть Незнакомые Лицы И Когда Я Случайно Ловлю Как Человек Улыбнулся Или Сам Себе Или Кому Вот Эта Улыбка Это Как Мостик В Чужое Пространство Я Это Очень Запоминаю Это Храню Это Богатство Которое Так Сколько С Годами Наращивается У меня Там Целая Коллекция Улыбок Всяких Других Выражений Лиц В том Числе Когда Идут Юные Влюбленные Это Вообще Как Б Целый Подарок Но Это Чудесный Шпионаж Диана Просто Понимаешь Мне Очень Жаль Что Не Учат В школах Этому Умению Глядываться У людей Учат Дважды 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 Это Тоже Важно Насколько Тихотов Не Имеют Но Мне Кажется Что Такое Чудесное Изобретение Человечества Как Город Ведь Это Же В природе Этого Не Было Правда И Деревня Все Так Не Город Это Более Высокий Уровень Цивилизации Соседство Сотрудничество И Основные Культурные Открытия Были Все Так Созданы В Городе И Когда Город Не Такой Колоссально Большой Как Москва Да Я Семь лет Жила В Москве И Никогда Значит В одном месте На Арбате Жила Четыре Года Я Никогда Не Видела Соседа Который Жил Через Лестничную Площадку Никогда Мы Не Встречались Это Это Имело Свои Плюсы Степень Отчуждения Очень Высокая Конечно И Когда Город Не Очень Маленький Не Очень Большой Возникает Такая Чудесная Общность Которая Делает Город Неповторимым Значит Город Это Живой Организм Мне Кажется Что Очень Приятно Для человека Что-то Изменить В своем Городе Изменить Его Кучу Это Могут Быть Разные Способы Это Можно Делать Профессионально Как делают Наши Архитекторы Дизайнеры И так Далее Можно Делать На своем Уровне Даже Казалось Бы В таких Незаметных Вещах Вот Например На Синопском Пляже Есть Там Такое Кафе На улице Мимозовой Рощи Все Это Под Открытым Небом Очень Непритязательно Какие-то Там Стульчики Все Эти Столики И Там Готовят Женщина Которую Зовут Мимоза Мимоза Роща Мимоза Мимоза Квициня Вот Она Уже Лет Шесть Там Готовит И К ней Уже На нее Ездят Из Что Приезжает Но Она Не Подозревает Что Она Создала Атмосферу Она Настоящая Горожанка Она Своим Трудом Создает Какую-то Маленькую Атмосферу Которая Приятно Очень Украшает Наш Город Я Не знаю Как Сейчас Раньше Были Знаменитые Кофевары На Которых Ходили Вообще Одна Я Помню Давно Лет Сорок Назад Приезжала Тбилисская Дама Которая Вспоминала Как ее дед Из Тбилиси Приезжал Сухум Это было В начале 20 века Пить кофе По-султански Она Даже Не сказала Рецепт Но Во время Войны У меня Какие-то Бумаги Потерялись Там Этот Рецепт Трефеля Добавляли Тая Потом Греческую Мастику Несколько Капель И вот Сухум Был Известен Тем Что Тут Делали Кофе По-султански Вот Очистили То есть Вот это По-настоящему Когда ты берешь Ты участвуешь В жизни города Ты его очищаешь Или вот Эти молодые Которые Тогда Делали Останавливали Автомобиль Там девушка Притворялась Старушкой Чтобы ей Пропускали Дорогу Мне кажется Что вот Эта часть Активная Когда ты Участвуешь В изменении Города К лучшему Она Создает Вот То Неповторимое Индивидуальное Пространство Города Которое Остается Потом Во времени На самом деле Очень многое Не теряется Оно Может быть Незаметно Но оно Передается От человека К человеку Да Вот Как Вот Это В дзен Буддизме Что Невозможно Словами Идет От души К души От сердца К сердцу Это Активное Отношение Если Мы будем Его Как-то Культивировать В себе Я Много летом Галькой Узоры Насаживаю И считаю Что у меня Такой классический Сухумский дворик Мне даже Би-Би-Си снимало 5-6 назад То есть Сухум Как любой город А тем более Наш город Заслуживает Любви И внимания И не только Профессионального Внимания Но вот Нашего Человеческого Эмоционального И созидательного Вы молодые У вас все впереди Вы можете Это нарастить Со скромной Помощью Аз Пенсионеров Как Фига Гэппатал Вот Эту атмосферу Да Когда Есть Чувство Локтя Причем Не просто Физиологическое Чувство Локтя Такое Художественное Природное Культурное И так далее Я помню Что вот Предыдущий Мэр Сухума Как-то Мне рассказывал Что он Когда служил В Германии В каком-то Небольшом Городке Он шел По площади И вдруг Видит Стоит парень И когда Смотрю На него Думаю Это Сухумец Подошел Спросил Не точно Сухумец Я говорю Как Не могу Объяснить Видно Было Что это Сухумец То есть Да Потому Как он Стоял Как он Держал Плечи И так далее Да Поход Как он Точно Как он Оказался Сухумец Почему я Собственно И хотела На эту тему Поговорить Потому что Это культура Общения с собой Культура Общения с городом Это одна из Ключевых Таких Формообразующих Культур Вот мне хочется Чтобы после Нашей беседы Вы как-то Уже Жили с Четким Ощущением Того Что есть Наш Общий Многоцветный Такой Сухум И он Зависит От того Что мы Ощущаем Что мы Чувствуем Что мы Вкладываем Делаем И так далее И чтобы Вы общаясь С другими Тоже пытались Увидеть А какой Сухум Скрывается За этим Человек Ведь Есть же Агрессивный Сухум К сожалению Но вот Мы должны Сделать Так Чтобы Светлый Жизнеутверждающий Комфортный Для индивидуального Ощущения Сухум Все-таки Превалировал Потому что За ним Будущее За ним Правда За ним Подлинность Понимаете Зло Это не Подлинность Это Это искажение Реальности А подлинность Это когда Ты Чист Перед окружающей Средой И она Тебе благоволит Понимаете Вот не зря же Говорят Постоять под деревом Это так Полезно Для меня Например Когда я просто Еду по городу Мелькунки Парис Для меня Это Вот просто так В боковом зрении Для меня Это как Привет от друга Это сразу Вечность Это культура Это традиции И вот это Повседневное Ощущение Когда оно Осознается Нами И оно Подпитывается Нашим Сознательным Усилием Мне кажется Что это Один из Таких Нужных Путей И что если Мы сознательно Все это Будем делать Мы может Даже когда-то Издадим Книгу Мой Сухум В котором Будут Какие-то Индивидуальные Ощущения Сухум И мы Оставим Это Следующим Поколением Чтобы они Могли Наращивать Свои Пласты Во всяком Случа Я хотела Чтобы мы Открылись Друг Другу Хотя бы В этом Отношении И я Надеюсь Что Теперь Когда мы Будем Встречаться Случайно На Городских Улицах Мы Будем Как Сообщники По Сухуму Сообщники По Сухуму По Подлинному Сухуму